он интересный снова проснулся как всегда по нулям раз поспал еще раз легче стало чуть-чуть странный мир очень холодно мы как воюем с кем-то какие-то странные черные палки они как-то стреляют каким-то тоже лучом холода и что там все вооружение все технологии связаны на поглощение энергии на этом лучах холода костюмы комбинезоны странные тоже это пушистые человек нам пришел как пленный сдался в плен захвачен неважно язык какой-то странный как соломи как ну кто то что сначала как проснулся подумал что какая-то советско-финская война между вроде в ней не воевал матча позвали переводчика вот он начал говорить я вышел язык он такой очень много гласных как поют но визги были он что-то нам пытается объяснить ничего мы не поняли я точно пошли в какие-то дома странные приземистые дома запорошено так как и не им таким очень холодно мы сбили какой-то замок вошли внутрь и уходим в клубь шли по коридорам там в одном из коридоров были дети и там не знаю штук 17 18 детей они в тоже как мешки гамми в таких костюмах клетные костюмы летчиков как лунтов обувь и вот тут как ушки мешки гамми на самом деле тачки да на улице вот так их одевают так они такие круглые тоже утепленные какие-то странные как сеточки поляризованные в общем-то пока достаточно как ты это все видишь и помнишь я помню жить в подземных коммуникациях три или четыре уровня вглубь под землей подпорки которые потолки подпирают скажем так просто квадратные бетонные какие-то стал бы много коммуникации совершенно не приспособленная для жизни людей просто техническое какое-то сооружение на улице снег когда я на него смотрю мне идет как технический он постоянно летит ветер колки очень снег колки очень он не утрамбовывается как наш земной обычный снег он постоянно в движении и ветер передувает как бархат его как немного но он улетает постоянно да да он летает постоянно и впечатление что он и дальше падает он не перестает это не то что вот снегопад такой красивый а просто эти снежинки это какое-то с неба летят постоянно и их немного так а просто они постоянно мерцают взвешенные и отражение такое впечатление что вот он отражает солнечный свет и это было года три как ну может быть два то есть раньше такого не было три года такая какая-то скорее всего как катастрофа потому что искусственность проходит нет разделения на зима лета нет да да вечная зима уже три года и люди в подземельях странно люди которые выжили в подземельях костюмы которые на детей это похоже вот у нас сейчас носят такие травка только очень очень пушистая это искусственная внутри термозащита как пленка какой-то внутри выстилена сверху вот это вот шуба условно говоря она еще должна от ветра спасать очки те которые ты говоришь что они утепленные та часть которая прилипает к лицу та которая вот присоединяется к лицу она тоже с такой да она тоже такая с термозащитой чтобы не было участков мороженных этот человек которого взяли в плен у него на руках как не перчатки даже рукавицы но вот на три пальца почему-то вот так вот разделены так вот но я не говорю чтобы для экономии да да просто перчатки каждый палец все замерзнут а действовать как-то нужно там курок нажимать еще что-то поэтому зимний вариант хорошими да он говорит что все ужасно все совершенно не так как мы думаем он рассказывает что он представитель той стороны которая воюет с нами скажем так с вами воюет скажем так он говорит что они полностью как захвачены у них постоянно какой-то шум в голове им нельзя отойти дальше потому что происходит как взрыв какой-то их удерживает на той территории на которые они он чтобы убежать он что-то достал у него рана за ухом он раздевается там внизу под землей показывает как у него рана за ухо вот здесь торчит как кусок какого-то провода и что-то оборвало то есть у него что-то что-то внедрено в него если я правильно понимаю он говорит что он туда больше не вернется он говорит что это намного ужаснее и он не может описать те технологии которые работают на его стороне потому что он сам ну условно говоря как инженер какой-то но он не знаком с теми технологиями их них не знакомили он говорит что он останется на этой стороне он пришел с миром и он понимает что нужно бороться с теми кто там здание которое ты говоришь некоторые засыпаны снегом полностью как верхушки висят некоторые почти засыпаны но обледеневшие полностью замерзшие ветер постоянно как в пустыне песок пересыпает так там пересыпает барханы снега там какие-то идут как поисковые работы потому что некоторые люди по оставались там на поверхности они сбиты небольшие группы совсем такие но немногочисленные там не тысячи она десятки просто идет счет и они на каких-то условиях могли выживать некоторые там ну условно так говоря магазины какие-то большие некоторое время были удержаны и захвачены людьми не захвачены а оккупированы что ли людьми люди гражданское население там выживало то что ты видишь это какая-то группа тоже она собратая это не сопротивление это группа выживания дети раньше находились под какие под какой-то защитой какой-то организации группировки не суть как это назвать потом этих не стало остались одни дети когда вышли на них они испуганы и не перепуганы они хотят кушать нужно организовать доставку этих детей туда вниз потому что под землей хотя бы не замерзнут работа по восстановлению планеты не ведется некому ее вести нет какой-то научной организации нет вообще никакой организации нету тех которые соединяют все между собой как все разобщенные все вот такие группы выживальщиков условно говоря нет общего штаба бункера слишком далеко то есть связь какая-то минимальная по моему есть она ведется связь но это не на уровне ну просто как на уровне услышать там живы там не живы медленно помирают все до каждый как считает на сколько лет можно остаться там на на сколько лет еще хватит там в том где я говорю три или четыре уровня под землю там какие-то ну вот впечатление что как грибы выращивает понимаешь что-то на еду вот впечатление что именно как грибы какие-то странные растут там им света почти не нужно там просто такие лампы и какой-то как генератор не генератор их его знает что она что дает свет и эти грибы там растут это все что я вижу там только эти грибы я как-то не вижу фрукт ягод ничего там под землю нет наверное то, что больше всего калорийно или даёт какую-то энергетическую ценность. Какие-то чёрные трубки вместо оружия. Странно. Они стреляют холодом. Такое впечатление, что это, знаешь, ну по нашим технологиям это как жидкий озон. Они просто вот стреляют. Лучами холода какого-то. Да, и если на улице там, ну условно говоря, минус 35, как я говорю, я когда настраиваюсь, мне идёт, что там минус 35 постоянно не поднимается выше температуры, ниже никак. А вот это как минус 50, минус 80, что если выстрелить, сразу идёт обморожение и просто как распадается на куски. Металл вот как бьётся, знаешь, вот что-то железное и раз, и на куски просто распалось. Идёт полностью сразу кристаллы льда из всего живого образуются. Если идёт попадание этим лучом. Вся жидкость в организме сразу замерзает. Вот лёд и просто разрушается. Как так добились? Это ж вообще чудо какое-то. И вот такой, его сам этот металл, трубку вот такую большую, как лом, его тяжело наводить. И в рукавицах держишь сам, вот, чтобы руки не отморозить как-то. Ихренев. Да, и рукавицы очень неудобные. Вот с этими пальцами. Ну, а без рукавиц или в более тонких перчатках там не возьмёшь ничего, да. А в том-то и дело. На улице тяжело. Какая-то коробка там энергию берёт, да, как ранит за спиной. У него провод к этой штуке и карабинеры какие-то, блин, мушкетёры. Впечатление, что вот эти коробки, когда приходишь туда, условно, домой, нужно заряжать постоянно. Это вроде, да, зарядки. Что я знаю? Полная опустошённость. Человек, которого привели, который говорит на странном языке, у него кожа сохранила какую-то смуглость. Он, ну, не... Ну, и сам тёмный, и волосы прилизанные, вот как до плеч идут. Да. Он, ну, не араб там, по нашим пониманиям, но смуглая кожа. Хотя уже несколько лет нету солнца, да, но кожа, видно, что климат на планете был абсолютно другой, потому что иначе бы были бледные, там, синие, синюшные. А так видно, что кожа более смуглая. Когда-то ещё было, да. Да. Как накрылось что-то всю планету, хотели врага убить, убили всех. Потому что враг был изнутри. Угу. Это была диверсия, именно об этом он и рассказывает. Он захлёвывается, он рассказывает, потому что ту информацию, которую он узнал, он не мог с ней остаться там. Потому что у него бы считали эту информацию, знали бы, что он владеет более полной информацией, не так знает, как другие, его бы просто как, ну, заморозили или что-то с ним бы сделали. Он просто, когда узнал это всё, ему необходимо было быстро скрываться, не думал о том, что там как-то поднимать восстание или что у него не было на это никаких возможностей. Защищались от того врага, который извне, но враг был внутри. И поэтому всё было обставлено так, что защита сразу стала и поражением. Вот это что за враг внутри? Интересно. Те, которые устанавливали... Да, те, которые устанавливали защиту, скажем так, те, которые работали над защитой, они были поражены вот от этого человека, который перебежчик, идёт информация. Они были все под контролем, они были заражены. И то, что они делали, это сразу было для того, чтобы разрушить. Не за чем было бороться. То, что прилетело снаружи, это было всего лишь патафория для того, чтобы спровоцировать той шаг, который был сделан извне. То есть разрушили сами себя по большому счёту. хотели заморозить какого-то пришельца. Сопли какие-то, якобы. Ну, это и были сопли какие-то. Явки. Правильно я вижу? Да, они не выдерживали температуру. Минусовую температуру они не выдерживали, им нужно было тепло этим, которые приходили. Я их вижу как огромные говяжьи языки, только более мягкие. Вот суфле какой-то, вот слизь какая-то, не знаю как. Ну, а вот форма такая, ну, именно как пиявка, только более большая такая. И вот здесь в верхней части, если верхний, ну, то есть была какая-то часть, которую условно можно считать головой, скажем так. как щупальца корнемара большую. Корневая система снизу какая-то, да? Нервы? Да, я не знаю, как это правильно описать, но именно нижней частью, где они крепились, скажем так, там вот именно пульсировало такое, и видно было жилочки в этой слизи, условно, густая очень слизь, в ней жилочки были видны, оно как присасывалось, и человека как брало под контроль, именно для того, чтобы с ними бороться, чтобы они все вымыслили, было приведено в действие вот это вот оружие, чтобы все заморозить на какое-то время, но не было рассчитано до таких минимальных температур, этого не требовалось, и там как нужно было всего лишь, условно говоря, там три недели, три месяца подождать, что такое. Оно осталось. Да, не больше, но были нарушены границы временные специально, и температурный режим был нарушен специально, потому что люди как были оповещены, ну, я не могу сказать, что это телевидение, это как по-другому. Люди знали, что такое будет, и они как делали запасы, но запасы, условно говоря, если три недели, это должно было продлиться, ну, там условно на три месяца делали запасы люди. Люди не сразу умирали, и не противились этому, не боялись, они все знали, что вот будет такое, там продлиться три месяца, а дальше включится режим обычный, и дальше все будет хорошо. А вот этого дальше не произошло, и пошло только минус, минус, больше и минус, ну, меньше и минус, условно. Температура начала опускаться, 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 и это не было выключено. Угу. А изначально люди думали, что это, ну, на благо, прям такой, как ты знаешь, подъем был какой-то, развозили машины, доставляли людям какую-то провизию, и вот эти вот комбинезоны, они были не случайно, они все были как властью, государством кем-то выданы были, ну, для того, чтобы эти три месяца люди пережили, люди готовились к этому. Но просто все пошло абсолютно не так. Ну, было заявлено, что это во благо. Угу. Этот человек, который пришел, он узнал просто о том, что это не случайность, он узнал, что это не сбой какой-то пошел, а целенаправленно все. Три года примерно была вот такая вот зима. Два с половиной, три вот так вот. Немножко мозг плющит, ладно, вспоминаем дальше. Детей, я помню, как прослушала или просматривала, как педиатр какой-то. Эти дети, мне нужно было просматривать, не только этих, а вообще детей каких-то. Собирали они грязные, оборванные, некоторые, которые не мылись просто, потому что воды не было и условий не было, чтобы мыться. Они были все такие, знаешь, не, ну вот, неухоженные, не то, что оборванные, неухоженные. Мы там, как оказались, фиксики вселенных, я в полном ахере постоянно там был, не понимал, что происходит и устал и вечно, и не высыпался вечно на стрёме. Зазы такие красные от всего. Снежные призраки называли тех, которые приходили. Если они захватывали территорию какую-то, они просто всех убивали. Они даже не подчиняли, они как убивали всех. Хотя, а потом вывозили куда-то эти большие-большие такие машины, похожие на наши, вот эти с большими колесами такими, фихи, знает, как они называются, белазы или как, что-то такое, как платформы большие, но машина не то, что очень большая, почему-то очень большие колеса. А чтобы по снегу ездить, да, по бездорожью по снегу. Вот реально такие огромные колеса, и просто людей туда, как в этажерке какие-то загружали и просто куда-то увозили те, которые замерзшие были полностью, не оставляли там впечатление. получается, все готово, то есть имитация атаки из космоса, но она и была реальна. Просто дезинформация, ну, в космосе тоже минус, то есть они знают, как обороняться от холода, защищаться. Люди как повелись и на самом деле заморозили всю планету себя, без боя сдали. Люди согласились на это все. Я вижу воодушевление, когда развозят, вот чуть ли не правительственная какая-то программа, что развозят эти мешки с чем-то. Это условно рис, но не рис, что-то другое. С чем-то разводят мешки, прям заносят в квартиры, раздают. Счастливо там, как спячки зимние желали, знаешь, что вот отдохнете там несколько месяцев, все хорошо, и подбадривали, и стариками всем привозили. Ну это было как даже прослеживалось, чтобы не просто там грабили магазины, а это было как-то официально, знаешь, доставки эти вот, вот сколько-то литров воды, вот столько-то питания, там вот какие-то ящики с чем-то. Все для того, чтобы вся промышленность была переведена на то, чтобы вот пережить вот эти три месяца, там костюмы эти на каждого там человека, но это не на вырост. Да. Они классные. А этот мех нужен был, ветер он сдерживал этот мех. Ветер очень сильный. Как каракуль, но переплетенно, искусственно. И снутри несколько слоев каких-то тоже в узорах такие. Термозащита. Ну, я бы сказал, что это фольга, но это не фольга, и это не пластик, это другой материал, и он такой узорчатый. Переплетение, переплетение. Нет, похоже на какую-то леску, условно говоря, ну, блин, не леска. Ну, что-то такое. Вот из такого сделано, нитка, проводки тончайшие, что-то такое, не знаю. Как спрессованный каракуль, вот такое, что-то, но искусственно. Да, это просто вот буквально там, все это шили, все это раздражающее. Да, да, она как геотекстиль. Есть такой материал, только он больше узорчатый, такой, геотекстильный, прямой. и не пластик, но и другого материала как-то сделанной. Обманули, накололи всех, все замерзли. Мы прячемся все по бункерам, по подземельям. Дома, если и есть, то в них нужно вламываться и вытаскивать выживших еще, случайно выживших и его отводить. Это понятно. Этот чувак, да, он универсальный жест поднятые руки, а потом нам он что-то объяснял. И я в ступоре был после этого, как сел вот так и пытался курить, что он сказал. Сижу так и думаю. Это не прекратится никогда. Да, я... Сломаны полностью все системы, которые могли бы это, ну, было как план добраться туда, куда-то и попробовать выключить этот генератор холода, условно говоря. А он рассказал о том, что это невозможно сделать, а это не было запрограммировано и не сделано для того, чтобы его можно было отключить. Это нельзя никогда отключить. Это потому, что люди, которые собирались, они собирались, знаешь, собрать какие-то силы, но были вот эти вот снежные призраки, которые не пускали туда, к этому генератору, условно говоря, на территорию. А люди хотели туда прорваться, чтобы как-то вырубить этот генератор. Чтобы... Потому что все решили, что это просто произошел потом захват власти людьми, что вот люди, которые там возле этого генератора, они по какому-то поводу стали удерживать. Понимаешь? Это было непонимание, это была война, когда непонятно, кто с кем воюет. И думали, что если пробраться туда, этих людей увезти, отключить, заморозить, несуть, выключить эти машины, генераторы, и постепенно жизнь налазится. Но земля, как не земля, планета растает. А этот мужчина сказал, что нет такой возможности, потому что все то, что производила, было взорвано. Все те заводы, которые производили такую электронику, были взорваны. Они изначально были все отключены и переведены на то, чтобы кратчайшими сроками, там, условно говоря, за три недели, за месяц, можно было подготовить все к обороне, вот людям, чтобы этот паек выдать на три месяца. Вот все полностью, вся промышленность была переведена на такие рельсы, чтобы там ящики, мешки, продукты, одежду, вот чтобы людей этим всем обеспечить, и было убрато. Вот знаешь, как в Советский Союз, да, война, и все для фронта. То, что выпускали другие заводы, как для мирной жизни, все было переведено на рельсы, скажем так, военной промышленности. И там, так как полностью вся промышленность, все полностью, что производилось, все было отключено, все было разрушено для того, чтобы вот на три месяца, условно, людей обеспечить вот этим всем. И он рассказывал о том, что полностью все выведено из строя и разрушено. Восстановить это не получится. Те заводы, которые занимались, ну, то бюро, то место, где было вот, что можно туда залезть и включить, это все разрушено. То есть отключить вот этот невозможно. Это будет длиться, как всегда. То есть это просто уже закуклили чем-то землю, и оно начало, этот снег, как отражать, начал лучи, и все, и дальше уже, ну, это просто уже атмосфера была настолько выморожена, что этот снег, вот он... Постоянная взвесь, дело в этом снеге, он отражал лучи постоянно. Да, он неправильный снег, он не расставал. Он химический, да. Да. И вот ты поэтому и сидел такой весь офигевший, потому что до этого был план, как пробраться туда, как отвоевать территорию, пробраться туда и отключить это все. А то, что он рассказал, и ты, вот это правда или неправда, возможно, это специально перевещен для того, чтобы сломать... Дезинформация, да. Дезинформация, а возможно, а если это правда, тогда вся выстроенная вот та... Концепция. Концепция вся полностью рушилась. Поэтому ты сидел вот такой вот весь и не понимал, насколько это правда или неправда. Угу. Это может быть сознательная дезинформация, да. Мы не предприняли попытку отбить чего-то. тогда. Да. Потом, видимо, понял, что все-таки дело в этом снеге. Поминаем дальше. Наслаждение это полная ванна воды залезть и отмокать. Потому что, как ни вспомним, все-таки проблемы с водой и с тем, чтобы помыться нормально. Ну да, начиная с Дённой. И везде спали по очереди. Это да. Я по ночам бодрствую. Несколько планет. А ты днём, условно, по очереди. И где Клык, и где Дюна. Дюна вообще все по ночам по ночам только действовали. Аликс там нормально, но там тоже странно. Мало мы пожили. Это какая-то анти-Дюна, ты понимаешь? В Дюне жарко, а там холодно. В Дюне с подземли вылазит опасность, условно говоря. Там сверху опасность. Это анти-Дюна. Но суть та же. Все воюют со всеми, и везде ловушки, обманы и всё остальное. Дюне хоть сам можно было своей силой действовать. А если спайса переживать, то можно горы двигать, а тут ни хрена. Ладно. Этот снег нельзя было топить, чтобы делать из него воду. Он с какими-то волокнами? Это какие-то волокна, на которых нарастал этот снег, да? Он химический какой-то, непонятный. С него не получалось влагу добывать. Его не так много было, да. Он лежал как тополиный пух, скорее. А земля была замёрзшая, да, налить, но лёд. То есть натурального снега было мало. Ну, сразу тот, который замёрз, и всё. И всё. Даже ничего не выпало. Я вижу барханы такие, кое-где вообще домов не видно, кое-где вообще лысые, ну, как ветер, знаешь, если какое-то место, такое что? Он очень лёгкий и не спрессовывается, да. Поэтому его выдувало. Постоянный ветер, ничего не сдерживало уже ветер, и... Странная планетка. Какие-то эти йети, блин, нежные люди, да. Это зомби непонятные. именно зомби, потому что там внедрение было мужчина, который вот пришёл, он рассказывал, что у него в голове постоянно всё звучало. И они как отключались, они как не были собой. Была какая-то часть сознания, они соображали, что делать там, как ноги передвигать и всё прочее. Зомбаки. Ещё что-то было. Как из тумана что-то. Щупальца какие-то вылазило. Вот из этого тумана из ветра. Да, вот эти вот, которые, как щупальца осьминога, я говорю, они, ну, вот такие где-то были на уровень там позвоночника человеческого, условно говоря. Но было что-то большое, которое руководило этими маленькими. как вот реально как огромные там, я не знаю, ну, это осьминогом трудно назвать, но что-то такое. Они из тумана просто появлялись. Из снега, из этого. как какой-то, знаешь, вот такая трубка, что слушать нужно. Детей этих слушай, проверяй, не больные ли. Вероятно, там какие-то, ну, воспаления, мало ли что-то могло быть. Какие-то сканеры, да, были на входе, то есть не было людей с имплантами, какими-то бомбами и прочее, да. Это какие-то сканеры стояли по рамок. Цвет непонятный, голубой, да. Не лампа, а ленты, что ли, прямоугольники. Длины, такие прямоугольники какие-то. Просто светились провода не нужны, не помню, по крайней мере. Вообще, мало что помню, усталость вечная, холод вечный. Энергия тратилась на то, чтобы организм как-то поддерживать. Да, да, да. Еда была не очень качественная. Время, да. Ты понимаешь, что помрут, замерзнут. Что некоторые, но я не скажу оптимисты, некоторые люди перед этой длинной зимой, но когда они думали, что зима была не длинная, они собирались в группе весело провести время, там 17, 20, 50 человек, как знаешь, единомышленники, друзья какие-то, вот мы спустимся там в катакомбы, вот мы там чудесно проживем, это будет такой отдых, какой-то безработы, без ничего, это воспринималось таким воодушевлением, как лагерь какой-то. Приключения, да. Да, приключения. И вот спускались туда на уровне, ну, каких-то приятельских отношений, все вот большие такие группы, вот там, мы собираемся туда, хопа, все, заселились туда. Тусовка, знаешь, тут музыканты, тут поэты, там, тут еще кто-то. вот именно, вот именно какая-то тусовка для того, чтобы, ну, я в ней грустно было там сидеть вот эти три месяца в какой-то в своем домике. Они собирались такими молодежными, не очень молодежными, ну, разными тусовками и вот заселялись где-то там вот, вот так вот все вместе, ну, вместе же веселее и пережить это все. Котик. Бывший кот пришел. Ребенок был котом. Мяу. Да, потому что няука и целыми днями. Мяу. Перевчика. С таким воодушевлением мы победим, мы вот выдержим и победим. Я помню вот это состояние до того, как туда все заселялись. Это было вау, там собирались какие-то группки. Ты с нами едешь? Нет, ты поедешь. Нет, я и не с вами, меня туда пригласили, знаешь. Это же все думалось, что вот там условно 90 дней, ну, условно. Вот нужно там, это такие приключения чудесные, когда еще. Это было выставлено так, что когда еще в жизни будет такой праздник, когда можно нифига не делать, просто отдыхать и все будет круто, классно. И люди вот собирались, куда-то вот пытались заселиться все вместе. Можно было поехать с семьей, а можно было поехать, но я помню, что, допустим, я была там, Илья, потому что я свои воспоминания помню. Я вот именно помню, что перед тем, как туда ехать, я еще думала, думала с этой группой или с этой куда-то ехать. Ну, вот я помню... Мы как будто не знали друг друга до этого. До этого они не знали. До этого мы не знали друг друга. Мы, как знаешь, это, ну, там, условно говоря, там человек 50, чуть больше. Да, осталось только в бункере, да. Да, да. Боевые. Да. А до этого, как знаешь, вот я еще думала, куда поехать, может, с теми поехать. Там должно быть веселее, а там должно быть прикольнее. А вот как родители еще куда-то ехали, можно с родителями туда, ну, вот выбор какой-то был, знаешь. Я был каким-то инженером худым. Или потом уже стал худым. Такое впечатление, что какой-то большой, как завод или что-то такое, вот какая-то одна организация арендовала вот эти, вот не арендовала, а заняла вот эти подземные коммуникации для своих, то ли работников, то ли для своей группы тех, которые вот мы не были настолько там дружны или связаны там семейными узами или еще как-то. Условно говоря, не то, что случайные люди. Ну, вот те люди раз, вот знаешь, как там. Как объединения людей были, как по принципу, вот сейчас это корпорация, но это не так. Это были какие-то, не знаю, отрасли. Легкая промышленность, тяжелая промышленность. Эти вот на том специализуют, на том. Как-то вот вокруг этого все, то есть вот по направлениям, не по родовым, не по государственным, не по... Все одной национальности, одной расы, там чуть-чуть только цвет кожи, но кто смуглее, кто... Просто кто больше загорал. Ну, не было такого. Другого общества какое-то было. Монолитная. И вот та часть, которая ехала туда, вот поехала туда, я помню, что у меня был какой-то выбор или туда поехать, или туда поехать. и почему-то вот поехала туда. Мне такое впечатление, что я не принадлежала к вашей группе в том плане, что если вы там все были инженеры, условно говоря, или какие-то айтишники, то я была как врачом. И мне как вот предложили, что все-таки вот, ну, или психолог, или врач, кто-то там, кто, возможно, может понадобиться за это небольшое время, ну, мало ли, понимаешь. Помочь, да. Да, да, да. Да, да. Скажем так. И меня, да, и меня туда отправили, что я не была с вами ни с кем вообще никак связана. Общение, что я вот оружие впервые только там начал держать. Мы были какие-то, вот, завод, что производил, не знаю, это что-то вроде каких-то конусы непонятные. Ну, такие. Не круглые, вот квадрат такой, трапеция. Для чего? Какие-то лучшие связи? Какие-то космические какие-то связи? Он, да, связь вокруг себя что-то как поле держало, и можно было разговаривать, и можно было выводить изображение на это вокруг. Я не совсем сейчас понимаю, как какой-то помощник был. Вот это вот конус усеченный сверху, не пирамидка усеченный, он как какой-то помощник. Он практически повсюду были, и в домах были, и на связи были, и еще где-то как в космосе, на самолетах, они повсюду были. Это как связь какая-то, коммуникация, что-то было. Помощник какой-то, да. А я вот именно как какой-то, ну, это, если можно сказать, врач или тот, кто диагност, тот, кто наблюдал за этим всем. Ну, какая-то там. Угу. Мне просто туда с вами, ну, как предложили на выбор, туда, 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 и я как-то вот туда попал. Выпущенные глаза, стане вечного ахера, вечной усталости, опустошенности. Ну, во-первых, никто не ожидал, что это на самом деле затянется так надолго, и все думали, ну, когда же, что же. До этого такое впечатление, что все было хорошо, и как поддерживали постоянно какую-то связь, а потом ба-бах, и связь вся вырубилась. Чуть ли не в один день все пропало. Можно было только настраивать какие-то волны, как ловить между собой, ну, радио, не радио, что-то. А до этого было там, ну, чуть ли не постоянная какая-то связь. Какой-то центральный этот, катакомбы центральные. Мы были не в центральных, мы были буквально, вот там у нас около сотни человек, что-то такое. Да. Где-то на обочине, а что-то центральное накрыли, и все, и перестало. А ну, как-то через него связь все держали. А вот они как, ну, как взорвалось бункер какой-то главный, где вот именно военные люди. Не было армий, как у нас сейчас. Нет, не было. Вынужденная какая-то мера, и там какой-то штаб такой временный, гражданская оборона. То есть не армия, просто люди собрались, решили, что, ну, теперь будем воевать, типа. Как воевать? Техническими мерами. Там планета общества инженеров была. Цветущая, хорошая, ну, инженеры. Немножко легкомысленная. Потому что жизнь была довольно легкая. Да, 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 да. Какое-то саморегулируемое, интересное общество. По типу Голландии, знаешь. Хочешь там наркотики, хочешь прыгай со скалы, хочешь... Мне вот идет легкомысленное такое. Легкомысленное, да. Мы не слишком задумывались о чем-то, потому что все и так хорошо. Технический прогресс, да, все. Ну, типа Швеция такой, где Норвегия, где у всех всего хватает. Немножко зажрались. Нет четких таких связей между людьми. Вот как... Ну, все свободно. И преступности. Зачем воровать, когда, в принципе, вон, вот еда, вот, вот техника, хочешь развивайся. Может, маргиналы какие-то и были, но вот таких вот войн друг с другом не было. Потом что-то случилось, кто-то полетел, типа. Там внедрились какие-то свои. Ладно. Вспоминаем дальше, хотя голову плющат. Потому что я туда, когда переезжала, у меня было как больше поклажа, чем можно было. Куча чемоданчиков каких-то с собой. Одежки с собой набрала. Ну, да. Ничего надеть и некуда складывать. Да, две проблемы. Модная краса Петина там хотела бегать, слушай. По бункерам. По бункерам, да-да-да. Ладно. Перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...